Я приветствую всех, кто объединился сегодня в молитве о жертве Холокоста и всех неравнодушных о судьбе Израиля. Давайте сегодня будем делать то, к чему призвал нас Господь. Спасибо огромное всем участникам и Божьих благословений, Божьего мира, Божьего шалома всем нам. Межцерковное молитвенное служение «Молитва за Израиль» состоялось в церкви Вефезда. Прошло оно уже в ставшем для всех привычном формате. Часть верующих собралась в зале и более 400 присоединились онлайн. В эти уникальные служения все больше и больше вовлекается молодежь. Впервые ведущими выступили молодежные служители разных церквей. Они рассказали о духовной практической сторонах Алии, а уникальными гостями стала семья Генкиных из Израиля. Они поделились радостными моментами и сложностями переезда и адаптации на новой старой родине. Библия нас учит, что мы должны молиться за Израиль, поддерживать Израиль. Я думаю, это молитва, которая организовывает союз церквей. Это сплощает церкви и напоминает нам о важности тех событий, которые произошли. Поэтому мы должны не забывать об этом и проявлять в этом больше активности. Современная молодежь практически очень мало знает о том, что происходило тогда с израильским народом. Но максимум то, что написано в Библии. Историю Холокоста, историю гонений израильского народа, ну, к сожалению, многие знают мало. А это нужно знать, потому что эта история помогает нам избежать ошибок в будущем, чтобы мы действительно стремились благословлять израильский народ и всегда молиться за него. И, конечно, звучали молитвы о том, чтобы Алия не прекращалась, о мире на земле Израиля и в Иерусалиме, о расширении иудейско-христианского диалога в России и все большем участии в молитвенных собраниях молодежи. Закончилось служение молитвенное, она была в новом формате, формат многообещающий, потому что он интернет-формат. Мы можем транслировать молитву по всей стране и даже по всему миру. И поэтому я верю, что Господь нас еще больше благословит и поможет нам усилить молитву за мир в Иерусалиме, за Израиль. И у нас будет много-много плодов. Мы предваряем второй всероссийский молитвенный марафон. Готовимся сегодня к нему очень тщательно, очень нуждаемся в молитвенной поддержке. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас в этом. И, конечно же, мы приглашаем вас стать частью этого большого марафона. Следующее межшерковное молитвенное служение за Израиль состоится в церкви Большого Города 26 ноября. Пожалуйста, присоединяйтесь к этому служению. Информационное бюро «Спектр» Москва.